Девушки отдыхают Посчитали реальную поправку к кварковому PDF Дальше мы должны посчитать виртуальную поправку Что мы сделаем несколько опосредованным способом Для чего мне нужны будут правила сумм кварковой Что это такое? Если мы рассмотрим протон Кварковая модель У нас есть три кварка А на самом деле эти кварки эволюционируют То есть они обмениваются глюонами В том числе и спускают глюоны Рождают кварковые пары Глюоны Снова кварковые пары И так далее То есть если у нас изначально было УД То потом будут всевозможные пары и глюоны Но вот эти УД они никуда не денутся Значит они никуда не денутся И они будут продолжать там существовать Вот эти, соответственно, кварки Которые определяют нам флейворный состав протона Они называются валентные кварки А все остальные кварки Которые рождаются парами из глюонов Которые с них слетают Называются морские кварки Называются морские кварки И что мы можем сказать? Мы можем сказать, что число валентных кварков Которое было такое и осталось А число морских кварков вообще говоря Ничем не ограничено Но морские кварки То есть число этих кварков и антикварков Оно совпадает Вот То есть если FQP Мы вот такие вот рассматриваем Значит Портонные функции распределения Для каждого флейвора Мы можем их просто называть там Q Чтобы отличать Вот Тогда Соответственно Скажем Для U-кварка U Ну буду писать от X Например Ну от X-ку квадрата Вот U это У валентное Плюс У морское Вот То есть число Кварков Это число Зачастую Тут у нас И вот тут Сукор делось Соответственно Функции распределения Для анти-У Это просто Она равна Анти-У морскому И соответственно Просто У морскому То же самое Для D Вот А для остальных Кварков У нас валентных Кварков нет У нас есть только Морские И они Соответственно Равны Такому же числу Анти-Кварков Вот Если организовать Вот такое Вот Выражение F Q P Значит Минус F Анти-Ку П То Вот на примере У Да У нас останутся Только валентные Кварки То есть Это число Валентных Кварков Будет распределение Для валентных Кварков Вот И Так как Число Валентных Кварков У нас Сохраняется То Мы Можем Написать Следующее Правило Сум Вот Интеграл Под Х От Нуля До Единицы Это Соответственно Все наши Кварки Валентные Да Вот И Чему Это Будет Равно Это Будет Равно Если Это Скажем Q Равно У Кварк Там У нас Их 2 Если Q Равно Д Кварк Там У нас Их 1 А Если Q Не Равно У И Д То Все Остальные То Там У нас Их 0 Вот Такое Правило Сум Это Правило Сум Можно Вывести С помощью Определения F Через Операторы Пси Версиновскую Линию Там Пси Фурье Вот И оно Будет Связано Просто С С Сохранением Тока Сохранением Тока Ну Брионного Тока Вот Однако Ну Нам Так Сказать Вот Этого Достаточно Если Мы Просуммируем По Всем Флейворам Ну Как Нетрудно Видеть По Всем Ку Да F Купе Минус Ф Анти Купе Д Х Это Будет Три Ну То 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 Состав Кварковый Состав Протона Если У нас Не протон А какая-то Другая Мишень Нейтрон Там Я не знаю Пимизон И что-то Еще Другой Адрон То Вот Эти Числа Они Соответственно Меняются Соответственно Это То Что Касается Правила Сум Связанного С числом Валентных Кварков И С Брионным Зарядом Вот Есть Еще Правила Сум Связанное С моментом Сохранением Импульса Да Не Сохранением Тока Оно Выглядит Так Что От нуля До единицы Х Д Х Сумма По всем Ку По всем Ку Ф Ку П Плюс Ф Ку П Плюс Ф Ж П Равно Единицы Здесь Что имеется Ввиду Х Это доля Продольного Импульса Протона Переносимого Соответственно Кварками Антикварками И глюонами Вот если мы Все портоны В протоне Сложим Их импульсы Ну вот То есть мы Складываем число Этих портонов На их собственно Долю импульса Да То мы должны Получить Полный импульс Протона То есть полную Долю Продольного Импульса Которая есть Единица Опять таки Это можно вывести На операторном языке Это будет связано С сохранением Импульса Ну в смысле В тензоре Энергии Импульса Вот Это Те Самые Правила Сум Которые Нам нужны Значит А теперь Вернемся К вычислению Виртуальных Поправок К Кварковому Кварковой Функции Распределения Значит Какие диаграммы Мы считали Мы получили Следующее Что Значит Что Ф Купе От Х И какой-то там Масштабом 2 в квадрате Это Ф Купе Купе От Х М1 Квадрате Плюс Альфа С Ну вообще Говорят М1 Квадрате М2 Пи Интеграл От От Х До Игрики На Игрики На Игрики на некую функцию от у делить на у на логарифм m2 в квадрате на m1 в квадрате. Вот. А эта функция p от z была равна cf единица плюс z квадрат единица минус z. Вот. Эту функцию, собственно, мы уже, ну вы уже встречали в квадрате электродинамике, как число электронов в электроне, если убрать cf. Но а cf за счет цветового фактора пришло в КХД. И все бы хорошо, но вот при z равном единице она сингулярна. Значит, что это были за диаграммы? Это была диаграмма, что вот был протон, вот, значит, он излучил, ну вот у него есть какой-то кварк, который в нем есть, и пошла какая-то система там с импульсом p с волной. Я думаю, так мы обозначали. Вот. Вот. И этот кварк, то есть число этих кварков, которые там есть, с продольным импульсом Y, долей продольного импульса протона Y, вот, и поперечными импульсами порядка, ну, до M1 в квадрате, значит, квадратный поперечный импульс включительно, вот, число вот этих кварков, четоконусной калибровки, это наше вот это вот, F от Y M1 в квадрате. Потом мы сказали, что, ну вот давайте мы за счет излучения, за счет излучения глюона, глюона, посмотрим, как изменится это число. И мы сосчитали квадрат, соответственно, вот этой диаграммы. Квадрат этой диаграммы. Вот тут у нас была вельсиновская линия, в светоконусной калибровке мы считали, она у нас по определению единицы, ее тут нет. Вот, тут доля продольного импульса X, поэтому, если мы смотрим на вот этом масштабе, то вот тут у нас доля продольного импульса X и масштаб M2 в квадрате, то есть мы учли, что, если, значит, вот эти кварки, которые летят потом, их импульс поперечный может быть порядка M2 в квадрате, которые больше, чем M1 в квадрате. Когда мы считали вот эту диаграмму, мы M1 по сравнению с поперечным импульсом вот этих частиц, то есть поперечным импульсом вот этих частиц мы пренебрегли. Вот. Значит, вот такую мы сосчитали, и у нас получилось вот это. Что означает Z равно единице? Z равно единице вот здесь, это X равно Y. То есть глюон, который был излучен вот сюда, он очень мягкий, то есть у него продольного импульса вообще нет. То есть это мягкая сингулярность при излучении глюон. Вот. Соответственно, чтобы у нас ответ был полон, нам нужно добавить вот сюда вклад виртуальных поправок, которые эту сингулярность будут сокращать. Вот протон, соответственно, все, что там получилось из него, ПС-волной. Вот. И мы берем, опять-таки, Y. Вот. Что такое виртуальная поправка? Это вот такая поправка. Вот. И понятно, что эта поправка не меняет доли продольного импульса, который у нас здесь есть, вот в этом кварке. То есть тут было Y, тут осталось Y. Вот тут некая сингулярность, ну, некая поправка, которую мы должны посчитать. Вот. Как она будет, какой вид у нее будет. У нее будет следующий вид, что вот, то есть мы хотим, мы понимаем, что она будет пропорциональна тому же F, который был вот с тем же продольным импульсом, но с каким-то коэффициентом порядка альфа-с. Вот. Поэтому, какой вид P она может дать вот в эту формулу? Значит, она может дать в эту формулу от P порядка дельта от единицы минус X на Y. Почему? Потому что, вот если я сюда подставляю такую дельта-функцию, да, вот у меня до Y на Y, Y этот убьет этот Y, у меня получится просто дельта от Y минус X, я ее проинтегрирую, это будет то самое F, которое было исходно, но с каким-то коэффициентом, который будет определяться, вот константы, которая здесь будет стоять. Понятно, что это будет константы расходящейся с расходимостью, которую вот мы из этой петли получим. Вот. Но при интегрировании по Z у нас и вот в этом есть расходимость. Поэтому, когда мы добавим вклад с дельта-функцией, с коэффициентом, который вот здесь тоже будет иметь расходимость, в сумме эти расходимости должны сокращаться. Вот. Как понять, что вот здесь есть расходимость? Ну, если бы мы считали размерностную регуляризацию, тут у нас было бы что-то типа, там, единицы минус эпсилла. Вот. И, если интегрировать по Z от нуля до единицы, вот, то, что мы получаем? Мы можем вычесть значение функции, которая здесь стоит, в единице и прибавить. Вот когда мы вычтем значение функции здесь, ну, вот в данном случае это двойка просто, да, на единицу минус Z степень единицы минус эпсилла и плюс 2 на единицу минус Z степень единицы минус эпсилла. Вот. Вот здесь, вот в этой разности мы эпсилл можем положить равным нулю. Вот. Это будет регулярный вклад. А вот этот вклад, он пропорционален значению функции, которая здесь стоит, в точке Z равно единице. Вот, двойка, да, вот, и при нем коэффициент, который вообще говоря расходится. Вот. Именно вот этот коэффициент и должен сократиться с коэффициентом при дельта функции из виртуальных поправок. А что такое дельта функция? Она дает ровно значение функции при точке, в точке, в которой она определена. То есть при X равно Y, ну, или при Z равно единице здесь. Вот. То есть вот этот, ну, что такое 2? Это интеграл дельта функции вот с этой функции. То есть вот это значение вот этой функции ровно в точке Z равно единице. Вот. поэтому мы можем сказать, что давайте доопределим. Давайте. Значит, когда мы добавим виртуальные поправки, у нас будет такое вот выражение. Вот. А расходящиеся константы и вот здесь нерегуляризованный полюс. Вот. Мы это можем переписать как CF на единица плюс Z в квадрате на единица минус Z плюс плюс некая А с волной на дельта от единицы минус Z. Вот это плюс. Значит, ну, тут понятно, что, если мы будем возвращаться к диаграмме, я ее не дорисовал, что тут вот должно быть что-то такое. Плюс. Ну, и Борновские члены все по модулю в квадрате. То есть имеет смысл вот это на эту удвоенное произведение. Вот. Все. Дальше. Значит, дальше. Вот. Что такое плюс? Значит, плюс определяется следующим образом. Если у нас есть некая функция единицы минус Z плюс F от Z по определению это соответственно F от Z минус F от единицы на единицу минус Z DZ. То есть мы этот полюс скомпенсировали в числителе. Вот точно так же, как я тут говорил про размерную регуляризацию. Вот. То есть после того, как мы вот так сделали в A с волной у нас уже нет расходимости. Расходимость, которая была вот в полюсе Z равно единице и которая была вот в A они сократили друг друга. Какой-то остаточек остался, но это конечная величина. И вот эту конечную величину чтобы не считать диаграммы с петлей мы можем получить собственно из правил СУМ. Вот. Что нам говорят правила СУМ? Они нам говорят на самом деле что число кварков минус число антикварков сохраняется. если мы говорим о нашей диаграмме которую я только что стер вот тут вот был кварк он излучил глюон он кварком и остался вот число кварков здесь равно числу кварков здесь антикварков здесь нет вообще то есть антикварки здесь появились бы в следующих порядках за счет вот такого процесса типа кварк сюда улетел тут случился глюон антикварк нет скорее кварк сюда улетел еще и вот тут появился антикварк вот вот за счет таких процессов но это уже следующие порядки мы рассматриваем только первый порядок там антикварков нет поэтому в нашем случае у нас просто вот такое правило значит вот такое правило ну вообще говоря равно константе да все зависит от того адрона в котором я смотрю вот если я буду смотреть например вообще не в протоне а в кварке вот то это ну просто единица у меня и все вот единица дальше вот отсюда я могу при стремлении М1 к М2 получить уравнение эволюции которое будет выглядеть так что D под логарифм M2 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 вот ну и вот это P P вот это самое от Z вот то есть мы просто взяли вот отсюда вычли вот это поделили на логарифм мы стремлением 1 м2 получили вот уравнение вот если у меня есть такое правило то что я могу сделать я могу ну взять помножить взять вот это вот интегрировать по иксу обе части как только я проинтегрирую вот это по иксу от нуля до единицы вот у меня организуются единицы чья производная равна нулю то есть я получу что у меня интеграл по икс от вот этой вот величины от нуля до единицы равен нулю вот то есть у меня получается что 0 равно интеграл дх от нуля до единицы от х до единицы до у на у f ку п ну я договорился что я буду f ку ку смотреть чтобы было проще значит тут у меня будет от y m в квадрате p от x на y вот и что мы говорили что в портонной модели ну число кварков в кварке это вообще просто дельта от x минус кси если значит кси это ну доля продольного импуса протона протона которую кварк собственно несет вот ну а если мы взяли кварк в кварке ну просто можно сказать что x минус 1 вот вот кварков вот я это сюда подставлю вот сюда да у меня соответственно что получится у меня получится что интеграл от 0 до 1 до x то есть вместо y у меня получится единица вот этого y не будет и соответственно у меня получится просто p от x вот пардон 0 0 вот 0 останется вот то есть вот у меня такое вот выражение должно для этого p удовлетворяться отсюда отсюда я могу просто найти вот эту ас-волну я возьму проинтегрирую вот это выражение ну вот тут вот я c общий проинтегрирую это выражение ну и получу ас-волну из этого условия как я буду интегрировать у меня получится интеграл dz единица минус z плюс единица минус z плюс единица плюс z в квадрате плюс ас-волной дельта единицы минус z вот значит вот такая вещь должна быть равна нулю что такое единица минус z плюс вот оно написано то есть это значит что это от нуля до единицы это интеграл от нуля до единицы dz единица минус z значит единица плюс z в квадрате минус значение этой функции в точке единица в точке единица это что это двойка минус двойка плюс ну это просто интеграл даст ас-волной вот этот интеграл чему равен значит это будет z квадрат минус один поделим на единицы минус z это соответственно будет просто минус z минус один вот минус z минус один проинтегрируем от нуля до единицы по dz это будет соответственно один плюс половина это минус три вторых вот отсюда получается что это равно минус три вторых плюс а с волной это равно нулю поэтому а с волной равно три вторых вот таким образом мы как сказать вот входным путем нашли вклад виртуальных поправок вот вклад виртуальных поправок после чего мы можем вот в сторонке написать значит что такое P это PQQ от Z это C плюс вот и здесь соответственно нужно писать PQQ ну и здесь вот это я напоминаю были вот такие диаграммы что вот летел протон значит во что-то там плюс это кварк и мы засчитали вот такого типа вещи то есть это значит число кварков кварки вот с учетом виртуальных поправок вот спрашивается число антикварков в антикварке оно будет таким же вот что еще здесь может быть может быть след может быть диаграммы могут быть такие что вот летел скажем глюон да из него получился кварк так лучше кварк ну для антикварки то же самое вот здесь это будет P чего значит вот тут вот было кварк в кварке соответственно а здесь кварк в глюоне вот от Z кварк в глюоне от Z это у нас соответственно одна вторая Z в квадрате Z в квадрате все вот опять-таки эту функцию распределения вы получали в CAT когда это был электрон что у нас есть еще у нас есть еще значит тут мы можем это повернуть у нас будет кварк полетит сюда а взаимодействовать будет глюон это соответственно число число глюонов в квадрате вот и оно это та же самая диаграмма поэтому это равно CF на ну заменой Z на единицу минус Z без виртуальной части соответственно это будет единица плюс единица в квадрате на Z вот на Z здесь что касается глюона то могут быть еще вот такие типа такого диаграммы типа то есть число глюона в глюоне ну и плюс виртуальной поправки да там к ней есть вот его бы не считали но соответственно его можно посчитать это 2 НС на единицы минус Z на Z плюс Z на единицу на единицу на единицу на единицу на единицу на единицу минус Z плюс бета 0 пополам на дельта единицы минус Z вот 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 такие ядра альтерели паризе что называется у нас есть вот это выражение да мы посчитали рассматривать только вот такую диаграмму вот оно будет совершенно аналогичным для всех остальных диаграмм что позволяет если мы перейдем соответственно в пределах 2 с 3 мецком 1 написать уравнение уравнение значит вот такое тоже 2 уравнение значит значит для портонных функций распределения то есть у нас получается кварковая функция распределения вот этот кусочек мы и так знаем а добавить к нему мы должны соответственно вот такой кусочек вот так плюс число глюонов умножить на число кварков глю то есть на АП КЖ от Х на ИП вот и это уравнение справедливо что для кварков что для антикварков вот я здесь пишу что КУ ну условно говоря КУ и антикварки вот и такое же уравнение оно справедливое для глюонов то есть ДС Ж П Х квадрат значит глюоны могут родиться из всех типов кварков антикварков поэтому вот тут стоит сумма сумма по всем кваркам антикваркам вот А Ф КУ П вот то есть из всех кварков рождается один тот же глюон да и антикварков это мы должны помножить на Ф на П число глюонов в кварке от Х на У вот плюс вот плюс вот это то есть число глюонов в глюоне вот это собственно и есть уравнение Деглаб и их решение мы обсудим в дальнейшем вот их решение мы обсудим в дальнейшем так так и что у нас идет дальше дальше хорошо это я рассказал ну единственное что еще мы обсуждали это вот этот график это морские эвалентные кварки то есть что нам дает возможность сделать эти уравнения мы понимаем что на масштабах вот когда м квадрат оно ну скажем от гэва и ниже да то это не пертурбативные масштабы и там теория возмущения не работает поэтому мы не можем это все делать но если мы на гэве там на двух гэвах каким-то образом измерим вот эти портонные функции распределения ну или например то решая эти уравнения по эволюции по масштабу поперечных импульсов м квадрат с начальными условиями на вот я не знаю на гэв или на 2 гэвах вот мы получаем мы получаем эти функции распределения на в тех масштабах на которых нам нужно вот то есть более высоких энергиях поэтому уравнение деглап они позволяют находить портонные функции распределения вот для различных характерных энергий имея начальные условия на какой-то вот энергии вот и если рассмотреть значит вот xf от x вот по этой оси по этой оси x вот тут единицы вот а тут 0 то как они выглядят собственно вот эти вот f они выглядят примерно следующим образом то есть валентное распределение они выглядят вот так как-то скажем это для у валентное ну для д оно там поменьше чуть-чуть вот д валентное а эти самые морские ну или ну морские по факту да они выглядят как-то вот 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 так они растут к нулю вот аглионные функции распределения они растут сильнее вот так вот ну это характерные такие картины да и в зависимости от масштаба m на котором это мерится вот эта картинка она может плавать вот собственно измерение вот этих картинок это одно из главных направлений работы ну целых коллабораций вот хорошо хорошо это что касается pdf наверно мы собственно больше там не обсуждали теперь давайте вернемся к глубоко неупругому рассеянию вот глубоко неупругому рассеянию так это мы затрем вот значит глубоко неупругом рассеянием мы что собственно вычисляли мы вычисляли функции структурные функции протона там было f1 f2 вот и это f вот скажем f1 там да оно зависело от x квадрата и что это такое в портонной модели мы просто говорили что это сумма значит по всем кваркам антикваркам в том числе да якуты в квадрате на f кубе там одна вторая вот от x вот значит афл там вообще равнялась нулю вот если мы будем вычислять поправки то есть что такое вот это это вообще посчитано следующая диаграмма значит вот электрон испустил фотон фотон провзаимодействовал с кварком из протона вот где собственно мы вот так как бы отрезали и вот число вот этих кварков назвали f это куб вот а вот это одна вторая и квадрат это фактически вот то что осталось вот этой вот ну вот верхней части диаграммы то есть здесь мы отрезали это лептонный тензор он там отдельно в сечение вошел а в адронный тензор вошел фактически вот вот только вот этот кусочек вот эта вот вершина которая дала заряд ну и одну вторую вот после всяких сверток вот а вот вся нижняя часть диаграммы она как бы представлена вот этой функции распределения вот и если мы начинаем считать поправки к этому то поправьте те же самые они даются вот ровно тем теми же диаграммы то есть вот скажем излучение глюона да излучение глюона вот если мы говорим что вот тут вот у нас масштаб квадрат некий ну вот я его м1 скажем называл да масштаб м1 квадрат да то если мы излучаем поперечных импульсов вот которые внутри pdf сидят а при больше чем м1 они уже скажем будут входить вот в этот вот маточный элемент то когда мы будем считать вот такого типа диаграммы или петлевые поправки вот сюда то что мы получим какие поправки один мы получим мы получим следующее вот вот скажем на масштабе м1 ну хорошим я должен тут на масштабе ку писать но сборновской точностью тут вообще неважно какой масштаб ставить вот если я хочу если я взял вот эту вот функцию на масштабе м1 и посчитал к ней поправки учтя все поперечные импульсы от масштаба м1 до масштаба ку-квадрат который тут у меня есть то что я получу я получу следующее значит я условно могу написать следующим образом значит значит сумма по ку-ку-бар е-ку-квадрате значит дальше интеграл dy на y от нуля до единицы от нуля до единицы f от y m1 в квадрате q p так qp а вот тут скобочка открывается 1 2 да может 1 2 1 2 delta от единицы минус x на y плюс плюс альфа с 2 в квадрате на поправку вот как будут выглядеть поправки собственно вот мы на самом деле их только что тут вот посчитали это были поправки в pdf то есть когда мы вот эти диаграммы включали внутрь определения pdf если мы те же самые диаграммы будем включать не внутрь определения pdf как вот здесь то есть pdf на следующем масштабе на предыдущем плюс эти поправки а эти поправки будем включать в определение вот этого верхнего блока ну вот они сюда и войдут вот это будут ровно те же самые поправки значит значит ровно те же самые поправки соответственно это будет p qq от x на y логарифм вот но здесь я поставил масштаб q квадрат да это масштаб нашего процесса был у меня масштаб m1 квадрат поэтому я интегрирую поэтому я интегрирую от m1 квадрат до q квадрат вот так что тут еще все вроде бы ну могу понятно что это все справедливо покуда логарифм вот этого отношения на вот эту альфу он меньше единиц то есть покуда то что он ну если он больше единицы нам нужно считать следующей поправки вот значит это если мы эти поправки включаем в f1 интегрируем до q квадрат ну плюс вообще говоря какая-то там назовем ее c q ну от x на y вот ну часть без логарифма просто поправка да вот это если мы будем вычислять f1 на самом деле в f1 дает вклад и следующая идея поправка не только такая а и вот такая если отсюда вышел глюон вот и значит вот тут был мы про кварки говорим ну пусть про кварки говорим вот глюон вышел то есть это будет глюонный pdf на вот эту вот функцию расщепления и из него родился кварк и на этом кварке уже произошло рассеяние значит какая будет поправка за счет вот такого процесса это будет точно такая же поправка которую мы вот тут написали вот тут написали то есть это такой же интеграл но вот с этой заменой вот я его и напишу значит это будет альфа-с значит тут будет п ку-ж от x на y так вот тут бы надо как-то вот эту скобочку закрыть это будет с f кварковой вот а вот такую тогда скобочку открыть вот на логаритм ку-квадрат м-гю-квадрат плюс своя там константа глюонная опять на y ну не константа в смысле а поправка вот и это все помножится на f глюона в протоне от y вот и мы закроем большую скобку вот то есть если бы мы стали считать вот эти поправки к f1 ну вот у нас то же самое получилось где вот эти функции которые дают главный вклад они собственно которые пропорциональны логарифмам они известны это те же самые диаграммы и теперь мы говорим ну вот смотрите это те же самые диаграммы вот только мы их можем включить в определение как портонных функций распределения да вот то есть написать вот тут вот не масштабом 1 а масштаб скажем куда вот то есть вот просто по формулам вот это вот на следующем масштабе это это плюс на масштабе предыдущих вот или включить их в определение жестких частей то есть вот что у нас f1 да это ну грубо говоря это сечение глубоко неупругого рассеяния с кеми-то коэффициентами что это такое это свертка свертка портонных функций распределения вот с жесткими частями соответственно вот жесткая часть вот портонная функция распределения если мы поправкой порядка LPS пренебрегаем вот эту дельта функцию если я проинтегрирую вот здесь вот Y опять-таки войдет в дельта функцию это будет дельта от Y минус X проинтегрируем мы получим вот борновский ответ вот то есть ну в борне вот как кварк летел так он и пролетел никаких там излучений не было вот то есть свертка тридиальная она потому что жесткая часть пропорциональна дельта функции вот однако что получается что если мы берем портонные функции распределения на одном масштабе а жесткие части на другом масштабе вот ну на том на собственно на котором нам и надо то в жестких частях возникают логарифмы отношений Q квадрат на M1 квадрат отношений вот этих масштабов этого масштаба этого масштаба и что можно сделать можно сказать что ну вот давайте посмотрим функции распределения на масштабе ну вот Q квадрат на масштабе Q квадрат если я вот сюда напишу Q квадрат то что это такое на масштабе Q квадрат вот я даже здесь вот сразу просто напишу Q квадрат вот это на масштабе M1 плюс тддд вот вместо M2 пишу Q квадрат вот ну это только кварковая часть то есть это вот решение ну из уравнений соответственно вот кварковый кусочек точно такой же кусочек глюонный да глюонный кусочек вот ну вот здесь у квадрат соответственно вот этот кусок плюс вот этот кусок плюс вот этот кусок я просто возьму дельта функцию да что у меня получится мне получится что вот здесь стоит f значит f от x на масштабе м1 квадрате плюс альфа с на п на логарифику квадратная м1 это вот ровно то что вот здесь написано вот ну и плюс углерная часть вот который здесь не написано но там должна быть если мы пишем полное уравнение вот и вот эту строчку соответственно я могу переписать следующим образом я могу переписать так что квадрат вот это значит интеграл интеграл сумма вот тут вот будет ф и т протоне от у квадрат вот так как я вот этот логарифм и вот этот логарифм я внесу в определение f ну вот масштаба q квадрат и тогда вот в этих вот жестких частях не останется вообще логарифмов вот значит q квадрат на c это было c ну и т да c и т ну вот и грек на и вот вот ну тут альфа и саху квадрат потому что альфа и с она никуда не делась вот то есть f и т если быть более точным ну или вообще хорошо если в общем виде написать квадрат вот эта сумма уже вот куку барже ты крал до игрек на игре от игрек вот тут может быть масштаб факторизации некий вот здесь этот масштаб играет роль м1 вот помножить на и т от игрек на x тут вообще говоря альфа с от какой-то ну вот у квадрат ну лучше даже так писать лучше просто написать от мюэф квадрат и q квадрат вот два масштаба то есть вот в нижней формуле мюэф это м1 а жесткая часть это вот это все ну вот с учетом 1 и 2 в том числе то есть вот это все c q вот а c q ну тут c q это вот кусочек без логарифов вот это все c q которое вот здесь написано так а вот это все c g вот в этой форме так вот и что мы видим что если мюэф не равно q не равно q то вот в этих c возникают логарифмы эти логарифмы могут быть велики да если у нас достаточно разнесены масштабы это означает что вообще говоря как только эти логарифмы велики первой поправки недостаточно чтобы вот вычислить вот эту циклу точно нужно ее считать там много членов вот но вместо того чтобы это считать можно сказать ну вот давайте мы мы знаем из уравнений деглаб как у нас вот эти f меняются при изменении масштаба вот мы вот этот масштаб с помощью уравнений деглаб поднимем до q квадрат и тогда вот это отношение q квадрат к мюэф квадрат оно будет порядка единицы и эти логарифмы они исчезнут как большие величины ну тут может быть там двойка например стоит останется логарифм двойки тогда вот но это число вот поэтому люди ну часто делают так что вот они берут этот масштаб порядка q квадрат тогда вот тут вот внутри нет больших отношений соответственно нет больших логарифмов вот и вот эту вот жесткую часть для процесса можно сосчитать просто скажем там не знаю в первом не исчезающем приближении вот хорошо то есть мы получили формулу которая определяет нам факторизацию то есть наш процесс расфакторизовался этот кусок отвечает функции распределения то есть числа значит этих портонов в протоне это вообще говоря значит физика ну которая в себе содержит мягкую физику то есть физику масштабов значит ну где поперечные импульсы как начальные условия для уравнения деглап они поперечные импульсы они порядка поперечных импульсов там в протоне ну вот а потом с помощью уравнений валюты которые пертурбативны мы уже дошли до больших масштабов например q может быть там не знаю тв да вот но в любом случае вот здесь зашита мягкая физика которая отвечает за то как сколько портонов вот соответствующего типа находится у нас в протоне а вот это чисто жесткая часть она отвечает за взаимодействие жесткого ну вот в случае глубоко неупругого растения это потон про взаимодействие с конкретным кварком который там вот с пдф вот то есть это жесткая часть она жесткая часть зависит от процесса вот зависит от процесса а вот это вообще говорят части универсально в этом и состоит вот так сказать достоинство всего вот этого рассуждения что вы можете тут использовать на самом деле не только глубоко неупругое рассеяние там а какие-нибудь другие процессы да вот при этом изменится жесткая часть а вот мягкая часть не изменится вот если для соответствующих процессов доказана теорема факторизации что все вот диаграммы которые вот так будут они вот так расфакторизуются то вот такие формулы справедливы такие теоремы доказаны для для различных процессов в том числе что наверное наиболее для нас важно для процессов типа типа протон с импульсом п1 плюс протон с импульсом п2 переходит в некий условный частицу хикс скажем да ну или в некую систему вот плюс все что угодно то есть это процессы которые происходят на протон протон при протон протонных столкновениях вот и да надо сказать что вот такого типа факторизации называется коллинеарная факторизация вот где факторизуется собственно по продольному импульсу вот то есть y это продольный импульс вот для таких процессов соответственно как будет выглядеть я напоминаю что f это в общем сечение с кинематическими множителями ну это вообще говоря формула справедлива для любой f 1 2 или если поляризованный есть вот ну и тут а тогда да вот то есть что здесь будет сечение такого процесса вот такого процесса такого процесса оно будет как выглядеть оно будет выглядеть так dx1 dx2 вот они до единицы вот а тут какие-то там x-минимальные которые будут определяться кинематикой вот помножить вернее на f и t вот x1 значит будет мю f в квадрате f gt от x2 f в квадрате на сигма и gt от x1 p1 x2 p2 вот и здесь вообще говоря у нас будет вот масштаб я не знаю q в квадрате точно так же масштаб f в квадрате вот ну если это у нас от q в квадрате то есть например q в квадрате это масса хиггсбозона и мы рождаем вот хиггсбозон с этой вот массой своей хиггсбозона порядка q в квадрат да вот в таком процессе плюс все что угодно и мы понимаем что если мы будем брать эти самые масштаб факторизации то есть вот эти pdf на масштабе мюф которые много меньше много меньше массы соответствующие вот хиггса да вот много меньше q в квадрат то опять таки вот в этом сечении это сечение будет содержать большой логарифм отношения q в квадрат к мюф в квадрат и чтобы его точно посчитать надо будет суммировать много членов порядка альфа с логарифм q в квадрат на m квадрат mf в квадрат поэтому мы можем взять вот в качестве mf q квадрат поставить сюда q квадрат вот эти найти на масштабе q квадрат с помощью уравнения эволюции уравнения деглав вот и тогда вот это сечение считать уже ну там я не знаю в первом исчезающем приближении вот хорошо собственно вот это коллинеарная факторизация и тут может быть могут быть какие-нибудь осложнения вот например можно сделать перенормировку не на масштабе там мюф а на каком-нибудь другом масштабе сюда войдет третий масштаб на котором вы сделали перенормировку и так далее но это все так сказать дальнейшие тонкости с какой точностью справедлива эта формула эта формула справедлива с точностью лямбда ккд в квадрат на ку в квадрат то есть чем больше у вас энергия тем она точнее вот можно люди считают следующие степенные поправки и так далее вот и как мы видели вот здесь какого типа вещи суммирует эта формула суммирует уравнение дегла это члены вот это вот некие числа да вообще говоря вот эти вот которые стоят при логарифме ку квадрат на м квадрат с константой связи вот если мы будем вычислять какие-то еще к этому поправки которые не будут содержать логарифма это уже логарифм у нас делик я напоминаю что вот тут например если это очень большие величины отношений то он велик вот когда мы суммируем члены типа альпс на логарифм ку в квадрате на ну там м2 в квадрате на м1 в квадрате в степени н вот то есть вот эти уравнения ну вот уравнения деглаб которые здесь были написаны они ровно этим и занимаются то есть мы суммируем члены вот мы только взяли альфа с на логарифм если бы мы взяли вот эти п вычислили с точностью больше то есть еще одни поправки вычислили то есть они были бы не альфа с на вот это альфа с на это плюс альфа с квадрат на какую-то новую функцию то есть вычислили бы излучение там я не знаю ну и еще скажем одна поправка да вот то есть более точно их вычислили это были бы уже следующие приближения за этим где на каждый логарифм стояла бы больше чем одна константа связи вот такое приближение в которых мы написали уравнение деглаб это главное логарифмическое приближение главное логарифмическое приближение или там как пишут лидин логарифм аппроксимейшн да а следующий это next to лидин логарифм аппроксимейшн н лоо там и так далее вот ну и сейчас я думаю что вот эти вот функции они вычислены уже там в н н лоо а может быть даже в 3 н лоо вот ну вот наверное это все что у нас было все все и так далее и так далее Продолжение следует...